Современный бой К огромным разрушениям, пожарам, ни с чем не сравнимым потерям в живой силе и технике. Подразделения вынуждены будут выполнять боевую задачу в небывало трудных условиях. Вести активные и решительные действия, преодолевая упорное сопротивление сильного противника. Личный состав будет действовать в больших очагах пожаров, защищаться от зажигательных веществ и других видов оружия. В более трудных условиях форсировать сходу крупные водные преграды. Оступать по труднодоступной местности, в том числе в горах. Преодолевать различные сложные препятствия. Продолжительное время действовать на зараженной местности в средствах защиты. Все это потребует отличного состава огромного напряжения моральных и физических сил и окажет сильное воздействие на его психику. Характер современного боя предъявляет более высокие требования к психологической закалке воинов, к их стойкости, смелости, мужеству, умело действовать в сложной и опасной обстановке. Вот почему необходимо в ходе обучения готовить личный состав к преодолению трудностей. Проводить все занятия и учения в условиях максимального психологического напряжения. В этом фильме будут показаны лишь некоторые приемы психологической закалки личного состава мотострелковых и танковых подразделений, которые могут применяться в ходе занятий по боевой подготовке в соответствии с учебными программами и рекомендациями по психологической подготовке личного состава сухопутных войск. Спокойно. Держитесь. Передвигайтесь на руках. Приемы психологической закалки должны внедряться во все предметы обучения и служить вместе с ними интересом тактической выучки личного состава. Ни одного занятия не должно быть без психологической напряженности. Большие возможности по психологической закалке предоставляются на занятиях по физической подготовке. Они способствуют воспитанию волевых качеств, особенно решительности и смелости. В занятия по физической подготовке следует чаще включать упражнения, содержащие элементы опасности и риска. Такие упражнения несложны, но чтобы их выполнить, необходимо преодолеть в себе нерешительность и робость. Одни солдаты могут сделать это сами, другим должны помочь командиры и товарищи. Прыгайте! Смелее! Я страхую! Ошибка та же. Вы боитесь, слабо отталкиваетесь. Повторите. Есть. Быстрее разбег. Вперед! Опять боитесь? Показываю. Поняли? Так точно. Повторите. Есть. Вперед! Что вы трусите? Надо решительнее, смелее. Заставьте себя преодолеть этот снаряд. Вперед! Лидовой Шилин! Вперед! Лидовой Гусев! Вперед! Смелее! Вперед! Прыгайте! Лидовой Михайлов! Я! Покажите, как выполняется прыжок. Есть! Лидовой Гусев! Вперед! Ну вот. Преодолел страх и сумел совершить прыжок. Теперь его не остановишь. Вперед! Вперед! Бывает и так. Одни справляются с робостью в ходе занятий. Следует повозиться в свободное от занятий время. Вперед! Хорошо. Вперед! Ну вот. Понял наконец. Настойчивость в конечном итоге всегда приносит успех. Все занятия должны строиться так, чтобы они воспитывали уверенность в своих силах, решительность, быстроту реакции и находчивость, смелость и мужество. КОНЕЦ Приближение обстановки занятий к боевой достигается на огневой полосе препятствий. Здесь солдаты приобретают первоначальный опыт действий в опасных и напряженных условиях. КОНЕЦ Быстрее! Не растягиваться! Рядовой Габрилов, не отставай! Вперед! Навыки и опыт, полученные на занятиях, закрепляются в ходе попутных физических тренировок. Особенно эффективны в этом отношении марш-броски. Их следует проводить в любую погоду, на пересеченной местности, с преодолением различных препятствий. Габрилов, отстал! Вижу! Держись! Давай автомат! В ходе марш-бросков следует предусматривать переправу через водные приручных средствах. Заканчивать марш-броски целесообразным выполнением огневой задачи. Одна из важнейших задач психологической закалки обеспечить уверенные действия с оружием в бою. Уверенность приходит в результате хорошего знания материальной части, умелого устранения задержек и неисправностей и прочных навыков в действиях с оружием на поле боя. Засекай время. Хорошо. Ковалитивным. Прямо танк. 1400. Огонь. Задержка не экстрактируется гильза. Устранить задержку. Для создания психологического напряжения действия обучаемых следует ограничивать по времени и доводить до автоматизма. Активность и самостоятельность в уничтожении противника огнем приобретается в ходе огневых задач в условиях, приближенных к боевым. Гранатометчикам! По броницелям противника! Огонь! Предохранитель! Огонь! Одновременно следует тренировать личный состав в подготовке данных для стрельбы в ограниченное время. Прямо у куста реактивное противотанковое ружье. 500. Огонь! Цель не вижу. Булемет! Прямо у зеленого куста реактивное противотанковое ружье. 500. Сходу. Огонь! Цель вижу. Прицел 5. Большой угольник. Центр цели. Для выработки психологической устойчивости к характерным для боя внешним помехам целесообразно в ходе стрельбы транслировать шумовые цели, создавать очаги пожаров и имитировать разрывы снарядов. Бронебойный! Перелет! Бронебойный! Право, пушка леса по 5800. Сходу. Огонь! Цель не вижу. 30-0. Отдельный куст танк 1500. Сходу. Огонь! Цель вижу. Цель поражена. На пути стреляющих нужно устанавливать различные препятствия и заграждения, а цели показывать в момент преодоления препятствий. Газы! По местам! Для повышения напряжения стрельбы следует проводить в средствах защиты, создавая внутри танков зараженную атмосферу. Бронебойный! Правообъемный пуск танк! Огонь! И выполнять огневые задачи в любых метеорологических исследованиях. При подготовке гранатометчиков можно практиковать стрельбы гранатами в инертном снаряжении по реальным танкам. Девушки отдыхают. Быстрее! Ночные действия обостряют психику, требуют повышенного волевого напряжения и должны постоянно использоваться для психологической закалки личного состава. Цель поражена! Формирование качеств, необходимых танкистам для успешного вождения боевых машин в бою достигается соответствующим оборудованием танкодромов, участков вождения и созданием на занятиях сложной обстановки. Следует чаще водить танки в индивидуальных средствах защиты. Маршруты движения должны выбираться на пересеченной местности и включать наиболее характерные препятствия. На пути движения танков целесообразно задымлять местность, создавать очаги пожаров, имитировать разрывы снарядов. Препятствия и заграждения должны располагаться так, чтобы преодоление их было связано с напряжением сил и вынуждало каждый танк двигаться по новому направлению. Газы! По местам! При вождении танков в составе экипажа и подразделения должны создаваться условия для действий, которые потребуются от танкистов в боевой обстановке. С этой целью оборудуются минные поля с использованием имитационных мин. производится задымление местности. Устанавливаем решение. Имитируется огневое воздействие противника. Создаются условия для маневра на поле боя под прикрытием дымовой завесы. Создаются условия для маневра и из-за условия. Внутри объемных мин. Выбор сложных маршрутов движения способствует выработке у механиков-водителей быстроты реакции на изменение дорожной обстановки, решительности и находчивости. Сильное психологическое воздействие на личный состав оказывает вождение танков под водой. Оно связано с определенной опасностью и требует от танкистов большого самообладания. Первый. Так. 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 Спокойно. Я первый. Перегрелся двигатель. Первый. До берега 20 метров. Двигаться правее. Механик-водитель. Двигаться правее. Есть правее. На занятиях по защите от ядерного оружия главное выработать уверенность в возможности выполнения боевых задач в условиях его применения и подготовить личный состав к умелым действиям на поле боя. Это лучше всего достигается на специальных тактико-строевых занятиях. Исключительное значение имеет быстрота реакции на ядерный взрыв. В ходе тренировок личный состав должен получить прочные навыки в действиях, доведенные до автоматизма. Идут! Идут! Продолжение следует... Продолжительное пребывание в средствах защиты оказывает на человека большое психологическое воздействие. На тактика строевых занятий необходимо приучать личный состав к длительному выполнению боевых задач в средствах защиты. Продолжение следует... При этом солдаты должны спешиваться с транспортных средств на ходу и быстро развертываться в атаку. Преодолевать лесные завалы. Продолжение следует... Преодолевать участки затопления и другие препятствия, возникающие в результате ядерного взрыва. В качестве зажигательных веществ используется напалм, пирогель, термит и пластифицированный белый фосфор. Напалм это зажигательная смесь, состоящая из бензина и загустителя. Напалм хорошо прилипает к различным предметам. Легко воспламеняется, трудно поддается тушению. Наносит тяжелые, нередко приводящие к смертельному исходу ожоги. При горении развивает температуру до 1200 градусов и горит в течение 5-10 минут. А теперь посмотрите один из приемов защиты. Как видите, ничего страшного нет. Но это только в том случае, когда солдат натренирован, не теряется и умело обращается с огнем. Для этого необходимо научиться быстро тушить зажигательные вещества не только на других, но и на себе. Делая это смело и решительно. Сейчас я вам покажу различные способы тушения зажигательных веществ на манекенах. Смотрите внимательно. Пораженную огнем часть плотно прижать к земле или набросить шинель. А теперь приступим к тренировке. Главное на занятиях по изучению зажигательных средств и защиты от них убедить личный состав, что от этого оружия можно защищаться. Смотрите внимательно. До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Такая тренировка наиболее важная часть этих занятий. Она лучше всего помогает преодолеть страх перед огнем и способствует воспитанию солдат самообладания и смелости. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если солдат растерялся, не бросил гранату, командир должен помочь ему преодолеть нерешительность, показать, как это делается и потребовать повторить прием в его присутствии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Условия проведения обкатки могут постепенно усложняться и доводиться до высшего психологического напряжения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Психологические качества, приобретенные на различных занятиях по боевой подготовке, совершенствуются на тактических учениях, особенно с боевой стрельбой. Учения, проводимые в условиях, максимально приближенных к боевым, настоящая школа мужества. Здесь проверяется и закрепляется психологическая загалка, полученная в ходе предшествующего обучения. Учения надо готовить и проводить так, чтобы личный состав вынужден был с предельной нагрузкой выполнять все то, что от него потребуется в бою. Преодолевая чувство робости и страха, солдаты должны учиться, наступать непосредственно за разрывами снарядов и мин. Метать боевые гранаты на ходу, без остановки. Расстреливать в упор противника, обозначенного манекеном. Умело сочетать боевую стрельбу с маневром. Брех-вторых гранаты на ходу? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здесь все должно быть как в настоящем бою. АПЛОДИСМЕНТЫ И выход из горящей боевой техники под огнем противника. АПЛОДИСМЕНТЫ И взаимная выручка. АПЛОДИСМЕНТЫ И оказание помощи раненым на поле боя. АПЛОДИСМЕНТЫ Используя опыт, приобретенный на специальных занятиях, необходимо добиваться смелого преодоления больших очагов пожара. АПЛОДИСМЕНТЫ Самоотверженного введения борьбы с огнем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ Личный состав должен быть готов к решительному отражению внезапных контратак и к активной борьбе с танками противника. После этапа боевой стрельбы можно вести огонь гранатами в инертном снаряжении по реальным танкам, как это делалось при обкатке и в ходе огневой подготовки. КОНЕЦ Следует чаще практиковать посадку личного состава в транспортные средства на ходу. КОНЕЦ Все передвижения, как правило, должны совершаться в условиях воздействия воздушного противника. КОНЕЦ КОНЕЦ ГАЗЫ! Необходимо настойчиво добиваться, чтобы личный состав длительное время действовал на зараженной местности в средствах защиты. КОНЕЦ Переход без паузы становок к активным действиям в нелегких условиях ночного боя – хорошая проверка психологической закалки. КОНЕЦ Подразделения должны преодолевать на своем пути различные сложные препятствия, используя навыки, приобретенные на занятиях по физической подготовке. КОНЕЦ КОНЕЦ ПОЗИТ ПОЗИТ Продолжение следует... Для повышения психологического напряжения в ходе учений должна создаваться обстановка, вынуждающая личный состав на отдельных этапах передвигаться десантом на танках и действовать в снаряжении с полной выкладкой. Продолжение следует... В бою нередко придется форсировать водные преграды в плавь и на подручных средства. К этому необходимо упорно готовиться на тактических обучениях. КОНЕЦ 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 1300. Огонь! Психологическая закалка – важнейшее требование лебеда. Она может успешно проводиться при условии осуществления ведущего принципа обучения – учить войска тому, что необходимо в современной войне. Необходимо смело внедрять в жизнь рекомендации по психологической закалке. Изыскать новые ее приемы. Успешное решение этих задач является условием высокой боеспособности частей и подразделений сухобутных войск. КОНЕЦ